Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Сегодня в эфире «Я не один». Я сразу же предоставляю служителей, пастырей церкви Александр Пекун. Александр, пастыр, приветствую. Пастырь церкви «Дом хлеба» Александр Шевченко. Итак, мы делали анонсировку о том, что у нас будет интересный эфир. Вызван он тем резонансом, который медийное пространство и общество, не только в Америке, но практически во всем мире, оно отреагировало на решение Верховного суда Америки, Supreme Court Decision, который принял небезызвестное. Для нас мы понимаем, об этом будем прямо сегодня много говорить, пагубное, мерзкое решение относительно узаканивания однополых браков. Это и Богом благословенной стране. В основу нашей беседы, у нас будет такая обширная сегодня тема, я положу это место из знаменитой Левит, книга. Господь говорит, свои повеления дает израильскому народу, не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. 22 стих. «И ни с каким скотом не ложись, ибо излить семя или оскверниться от него, и женщина не должна становиться и прочее». Это гнусно. 24 стих. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я возрел их, я возрел на беззаконию, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы, 26 стих, соблюдайте постановления мои и законы мои». Так вот, пастыри, я чуть сделал экскурс того, что толкователи говорят относительно конкретного слова «мерзость». Господь назвал, ибо это «мерзость» конкретно, то есть там точки стоят. «Мерзость» – это говорит и Ожигов, и говорит Даль, то же самое. «Мерзость» – это нечто крайне отталкивающее, вызывающее непроизвольное содрогание. Что такое мерзость, в которую Бог применил это слово? И Господь это слово применил не единожды. Он это говорит в притчах, пишется относительно неверных весов, это тоже самое «мерзость». Потом «идолы» или «идолы аморитские», «аморитянские» – это тоже «мерзость», Господь об этом говорит. И то же самое было применено слово по отношению греха гомосексуализма. То, о чем мы выше говорили. «Мерзость» – нечто крайне отталкивающее. Нечто крайне отталкивающее. Вызывающее непроизвольное содрогание. И поэтому об этих негативах, об этих вещах мы сегодня и будем говорить. Ну, сделаем еще один экскурс. Восьмая поправка, имеющая место здесь в свое время в Калифорнии. Это уже в Калифорнии. И многие церкви ратовали за то, чтобы все-таки принять поправку, конституцию, восьмую так называемую, что узаканивается только брак между мужчиной и между женщиной. Получилось идеально, получилось прекрасно. Все мы стояли на баррикадах, все молились, с плакатами в руках, на переулках, на площадях. Голос был услышан. Поправка была, так сказать, выведена на свет. Выиграно. Выиграно, да. Но затем, каким-то образом, образно выражаясь, позвольте применить это выражение, затем ее закатали в бетон. Так, вам слово, пастори. Кто закатал? Как такое могло произойти? Я думаю, что давайте мы возвращаемся к слову мерзость. Потому что мерзость, мне кажется, очень часто, когда мы читаем в словаре, она недостаточно понятная для людей. Часто на этом есть очень много игры. Потому что, почему Бог, вот какое выражение, что имел Бог в виду, когда Он даже употребил это слово? Ведь Бог не сделал выборочно. Мне нравится красный свет, но не зеленый свет. Есть реакция Бога на то, что разрушительно. Мне кажется, что когда мы всякий раз, когда мы посмотрим на все слова, которые употреблены мерзость, это и есть действие разрушения. Разрушение, допустим, в частности, мужского пола. Это разрушение вообще мышления. Это разрушение каких-то ценностей. Это разрушение самой природы. Это разрушение потомственности. Это разрушение морали. Это духовность. Потому что Павел говорит, что это грех, который... Это страсть, постыдная страсть. Это страсть, которая оставляет внутри поражение в человеке. Поэтому неправильные веса мерзость. Это потому что уничтожается мера, измерила, точность, какая-то баланс, на котором стоит человечество и тому подобное. Потому что очень часто люди приписывают Богу, раз Бог просто дал какие-то заповеди, которые выборочные, что ему нравится по его личным каким-то амбициям. На самом деле Он дал, чтобы защитить человечество, свое творение. И это очень неприятно самому Богу. Отвратительно, отталкивающе для самого Бога, потому что оно разрушает человечество. Я бы, с Вашего позволения, также хотел дополнить такую деталь. Интересно, что, как и ты, Юрий, упоминал, мы перед эфиром немножко говорили, что слово «мерзость» в Библии потребляется и по отношению к другим порокам, так скажем. Неверные гири, например, да? Библия тоже характеризует как мерзость. Между тем, за этот порок не наказывался человек смертной казни, так сказать. Совершенно верно. Бог не призывал. Интересная деталь. Вот к какому заключению я прихожу, что сожжение или уничтожение Содома и Гоморы не было за то, что они были языческими городами и не соблюдали заповедей Господних. Не в этом состояла претензия Бога к этим языческим городам. С другой стороны, претензия Бога к Израилю была не только в отношении гомосексуализма. Допустим, и прелюбодеяния наказывали смертью людей, которые совершали грех прелюбодеяния. Я делаю следующий вывод, что требования Бога к светскому обществу тоже имеются не только к церкви, не только к древнему Израилю, но даже к светскому обществу. То есть где-то есть предел в поведении даже светских людей, которые не знают Бога, который, переступая, Бог судит. Бог же не судил ни Содома и Гоморру, ни Египет за их язычество. Они были веками в язычестве. Или за то, что они Богу не поклонялись. Или они там многобожиим занимались. То есть там что хочешь делайте, да? И как бы здесь не изощрялись отдельные люди, факт остается фактом. Апостол Петр пишет, Бог этим показал пример будущим нечестивцам. Уничтожив эти города и их окрестности. Но эти же нечестивцы, они же нечестивые люди. Это что, обязательно надо быть гомосексуалистом, чтобы быть нечестивым? Масса нечестивых людей нарушает заповеди Господни. Но за это Бог их не карает смертью. И не карал масса языческих городов, практики языческой, вплоть до человеческих жертвоприношений. Но оказывается, этот порог — это какой-то рубеж даже для светского человека. Ему не обязательно быть христианином и веровать в Бога. То есть это крайний предел какой-то испорченности в светском обществе, за который Бог и его суды вступают в действие. Получается, не получается ли, что извращенного ума общества, независимо от места проживания и не очерчено никакими границами, я обобщаю, оно отодвигает вот эту черту и планку нравственности по мере чего? Оно отодвигает, если это было не присущее еще, скажем, 100-200 лет назад, 300 лет назад. Почему глобально? Ну, глобально, я говорю глобально, может, так ярко выражено, потому что сейчас, если мы говорим за медийное пространство... 100%, это многие очень вещи упираются в интернет-пространство, очень многие. Мне кажется, что оно было, и оно и в Римской империи существовало, и вообще там считалось с мальчиками иметь дело, вообще к женщинам интереса не было. Чем более человек состоятельный, тем больше он себе позволял это. Интернет, он усиливает... Но это же пропаганда, это же мощная пропаганда. Я думаю, что нужно признать апостол Павла об этом, говорит в начале римлянам, он говорит о том, что Бог всегда имел дело с сердцем человека. Он хранит сердце человека, он работает над сердцем человека, чтобы сохранить его от личных страстей, потому что в этом есть особенная опасность, когда человек оказывается в плену своих страстей. Люди борются, когда мы попадаем в чей-то плен, но когда мы попадаем в плен своих страстей, вот это есть проблема, из которой люди должны бояться. Здесь сложность, вот в чем я еще наблюдаю. Одно дело, когда государственные законы, само здравомыслие, само общество характеризует это как ненормальное явление, то человек, находясь по эту сторону баррикады, он мучается в душе, он видит себя психически или физически больным. Общество ему помогает, он мучается в своей совести. Но когда этот поступок и этот образ мыслей оправдывается, тем более на государственном уровне, когда эти люди получают преференции определенные, когда они чуть ли не подвиг совершают, когда их как в красную книгу заносят и охраняют, вот здесь, мне кажется, вообще совесть перестает функционировать. И здесь, дойдя до бесчувствия, они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть парадигма, я ее называю, это парадигма нравственности и морали. То есть это, как мы говорим, шифт. Шифт настолько, настолько он, если раньше, если раньше человек шел, человечество шло, общество шло, страна шла, законодательная база страны шла, она как-то шла более таки робкими шагами, робкими, робкими. Мы делали попытки там и сям попробовать чуть-чуть, как мы, знаете, ногу свою сначала в океан входим и пробуем, или там получится, или горячее, или холодное. А на сегодняшний момент оно идет большими шагами. Настолько оно уже начало доминировать. Это уже не чуть-чуть что-то где-то там в твоем козете, в твоей кладовке, где-то под твоей кроватью. Оно явно, братья, мне в Вашингтоне, будучи, три недели назад я включил PBS. Это очень пролиберальное направление, ветвь демократического, пролиберально ярко выраженного. PBS, вы знаете, что это такое. Public Broadcasting Station, самая влиятельная здесь либеральная станция в Америке и за пределами, кстати. Так вот, они показали, готовили эту программу на протяжении шести или восьми лет. Взяли восемь детей с их шестилетнего, пяти-шестилетнего возраста и семи. Восемь детей. Четыре мальчика и четыре девочки. И показали в течение шести лет, вот брали шесть лет назад, пять-шесть лет назад, брали интервью у них, у родителей, показали их интерес, когда эти детвора, пятилетние, начали выражать свое мнение, вот что он, я чувствую, что я не мальчик, я чувствую, что девочка, что я девочка. Вот и наоборот. И родители, и школа в то время, пять лет назад, начали культивировать вот эти его чувства, вот эти отклонения, культивировать. Да, 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 ты очень правильно понял. Ты очень правильно... Мы сделаем все, чтобы ты, будучи девочкой, но ты станешь мальчиком. И шесть лет спустя показали вот этих восемь человек. Это тихий ужас. Это тихий ужас, что с них сделали. Это начиная с пятилетия. И я сидел с женой и говорю, слушай, как могли такое пропустить, такую открытую пропаганду могли пропустить? Это предательство, предательство детства, предательство здравомыслия. Для этого стоят люди у власти, которым даны определенные полномочия, которым доверено медийное пространство, законы, таких людей, которые предавали обществу. Это предатели. Людей, которые предавали обществу, не были бдительными. Бог велел Моисею вешать перед солнцем, потому что по их вине было массовое поражение в обществе. Ни один раз, ни один случай такой был. Я тоже был свидетелем короткого, 30 секунд, 40 секунд. Свидетелем большого интервью, которое меня шокировало. Мальчик 9-летний застрелил своего отца с огнестрельного оружия. Наигравшись в компьютерные игры, выстрелил в отца раз. Отец был один дома с ним, с сыном. Упал на пол, раненый, просил его этого не делать. Тот подошел и добил его, дострелил. Мальчика берут психологи, садятся. Полтора часа шли дебаты. Что мы будем делать с этим ребенком? Наказать его, не наказать. Если наказать, то как? В какой степени? Я ждал с нетерпением. Хотя бы один может поднять вопрос, что это ребенок, что за ним кто-то стоит, который должен понести ответственность за игры, которые он создал, довел его до такой кондиции, что он же отца, ну это же надо вообще ум потерять. За что? На ровном месте. Ни одного вопроса в плане ответственности на создателей игр, на цензуру, которая должна контролировать игр, взрослые не при делах. Никто на себя ответственности не берет. Я считаю, это предатели. Они предали обществу, предали доверие, свой электорат, который их выбирал. И потому я думаю, что эти люди будут серьезно Богом наказаны. Особенно в отношении совращения малолетних. Это самое настоящее совращение. То есть мы говорим о духовной составляющей этого явления, духовной, библейской составляющей. Затем во второй половине нашей встречи мы все-таки поговорим, друзья, о том, мы как общество, мы будем говорить как мы, как церковь, находясь в обществе, и позиция церкви, позиция служителей по отношению к обществу, ну и к такого рода... Юрий, если, пожалуйста, простите, что я перебиваю, но я сразу бы хотел сказать, что одно дело светское общество. Ну, там свои люди, свои законы. Самый большой ужас, самый большой вопрос у меня вызывает церковь и лидеры церкви. Потому что, если они это каким-либо боком оправдывают, объясняют это как-то, да, то это уже духовные личности предают вообще свою нацию. Это как пророк. Пророк Иеремия вообще объясняет пленение вавилонское очень просто. Он объясняет, пророки твои провещевали тебе ложные и пустое, и они довели тебя до пленения. Если бы они говорили тебе правду, они бы удержали тебя от плена. Но они провещевали тебе пустое и ложное. Когда мощные лидеры с титулом пророка, ну, там, пастора, руководителя Большого объединения христианского начинают говорить, не все совсем так, их надо тоже понять, или вообще по-другому трактуют Писание. Вот это самое страшное. Думаешь ли ты, что это извращение ума или купленное мнение, проплаченное в смысле, или того и другого, или... Я думаю, что это разложение. Когда всякие раз, когда даже христианского общества... Нет, я прошу прощения. Вот пастор Аллык сказал, что мы не говорим за общество. Что происходит, какая метаморфоза, извините меня, происходит в голове лидера, который начинает говорить по-другому. То есть, что его купили, как ты понимаешь? Потому что лидеры хотят быть популярны. Заметьте, что происходит сегодня. Соглашусь. Друг перед другом, бегут впереди, кто первый признает. И признает не только там, где-то в своей спальне, в своей братской, может быть, или в своей паромноте, но хочется признать это где-нибудь там, публичные новости на интернете, написать, провержение. Это то, что мы видим. А началось оно из христианских лидеров. Возможно, не те, которые проповедуют, но те, которые Бог поднял, допустим, в политику. Ведь в политике, очень много, люди из скамейки церквей, из тех, которые ходили в воскресенье, с писанием сидели. И вот, когда они пошли туда, и когда они позволили своему сердцу объяснять Бога так, как нравится им, из Бога сделать идола, подобно, как сделали литву отельца, вот пусть Бог да будет вот такой. И это началось поражение. Я помню, я не знаю, какой-то был год, я работал в социал-сервисовске, с утра я всегда был. Мне нравилось посмотреть Сакрамен-Таби, и я на первой странице еще нигде в политике, особенно об этом не говорили, но в Лютеранской церкви, в Свороде, Сан-Франциско, на первой странице Сакрамен-Таби священник благословлял, я не помню, или двух женщин, или двух мужчин, однополый брак. И тогда мое сердце дернулось внутри, потому что, когда церковь начинает, когда церковь допускает, когда церковь открывает двери для тьмы. Даже когда еще не было заключения Верховного Суда. Да, какие, еще во всей политике стыдно было говорить вслух. Церковь вдруг нашла место того, чтобы помочь людям выйти из их состояния, в котором они находятся. Церковь решила это дело, поспешить как-то. Вообще, мне думается, что современная церковь, не только на Западе, в Америке, вообще, современная церковь, она устранила понятие закрытого общества. Общество отдельного от остального общества. Общество в обществе. Это всегда присутствовало в Израиле. Вся история об этом. Среда, выброси из среды, развращенный, удали из среды. Не говоришь о монашестве. Нет, я говорю о церкви. Я говорю о народе Божьем, который, ну, закрытое пространство. Какой совет дал Валаам Валаку? Сказал, слушай, спрячь вообще свое оружие. Если ты будешь воевать с этими людьми, ты их никогда не одолеешь. Потому что основное было в пророчестве Валаама, основная мысль, народ живет отдельно и между народами не числится. Вот в чем его сила. Хочешь, чтобы проклятие пало на их голову, позволь, чтобы они входили к дочерям. Сделай праздники общие. Совершенно верно. Будь дружелюбным. Сделай из двух народов один. Устрани барьеры. Спрячь свое оружие. Ведь история церкви показывает, как только мир враждебно настроен к церкви, она очищается. Люди готовы страдать за истину, если это истина, и они ее понимают. Другие уходят. Церковь освящается, она становится сильной. То есть, другими словами, сила церкви в ее изоляции. И если туда проникает что-то, сам Бог начинает поражать. Что произошло там в Валфе, Горе, да? Бог же не разгневался на Валака. Бог начал поражать сам свой собственный народ. Потому что начальники предали, подкуп совершился, прозевали, как хотите. Потому самое страшное в том, что ушло понятие церкви как общество в обществе. Это как лодка. Она создана для воды, но не вода для лодки. Вода попадает, лодка на тоник. Но она для того, чтобы быть на воде. Церковь должна быть в обществе. Спору нет. Мы не занимаемся аскетизмом, не пропагандируем аскезу. Но мы церковь. Очень много есть в Библии конкретных примеров, что есть число язычников. Это же математика, это точная наука. То есть число вошло, войдет. Восемь душ спаслось от воды. Это не философия. Спасение и души это же не философия. Это же личности. То есть есть понятие закрытой двери. Бог закрыл двери, Бог открыл двери. Пять дев вошло, двери закрылись. У других перед носом закрылись. Они остались вне. Есть понятие числа. Но вошло, двери закрыли. Все. То есть Бог всегда во всех притчах, в учении показывал, что есть общество, церковь. В том-то ее сила спасения, что человек переходит из смерти в жизнь. Его статус меняется, его природа меняется. Что сегодня произошло? Протестантская Америка аннулировала понятие церкви как общество. Она пропагандирует Америку как протестантскую страну. Точно то же самое, что делает православие в России. Русь православная. Точно то же, что насадили в Германии, в Литеранской Германии. А церковь где? У меня ключевой вопрос. Германия, Германия, Русь, Русь, Америка, Америка. А церковь где? Потому что виновна церковь, суды будут, спрос будет в церкви. Если мы говорим за инородное, ты говоришь, откуда инородное появляется? Если вот это инородное появляется и внедряется, откуда появляется инородное? Казалось бы, евангельская церковь здравома. Она из мира. То есть получается, что мы как служители мы иммунитет теряем к распознательному развлечению. Вот появился он, и я недавно мне попала интересная статья. Это была статья, а затем у нас в эфире, я даже смотрел на импакте, свидетельство, может вы видели, свидетельство, по-моему, неделю-две назад было свидетельство бывшей сатанистки. Она рассказывала, как их внедряли, бывшей, как их внедряли в церковь, как она пришла в одну церковь, во вторую церковь, это, по-моему, было Санкт-Петербург, другие города, ее посылали, сатанисты, как внедряли, что она делала, как она действовала против пастырей, подрыв влияния, подрыв авторитета, уважения, то есть, и, говорит, мы разрушали, я остановился около экрана, вот такими глазами смотрел, то есть, получается, мы как-то, это не нас с вами, братья, не нас, мы потеряли иммунитет, и в этом, наверное, самое большое, я думаю, что Слово Божие касается и нас все, потому что, когда мы посмотрим первую и вторую главу римлянам, но и там только видят вот, слово для тех, кто уже согрешил, на самом деле, апостол Павел касается всех, и, допустим, первое, что он говорит, что суд, ибо открывается гнев Божий с неба, на всякое нечесть и неправду человека, подавляющих истинной неправды, то есть все начинается с того, что истина начинается подавляться. Она не сразу подавляется в однополые браки, она не сразу подавляется в какие-то вещи, истина начинает подавляться. Компромиссы, которые были приняты христианским миром на уровне возможностей, невозможностей общества, времени и других вещей, они, в общем-то, вытеснили, разрушили силу, иммунитет церкви, способностью стоять, противостоять и выстоять бурю, Не только выставить, но быть светом, быть ярким примером. Меняясь в некоторой выдержке, выписке, это я не с тем, чтобы очередную тень бросить, но тем не менее, в Сан-Франциско, то, что произошло, крупнейшая, так называемая, евангельская церковь, Сити Чорч даже, в своем уставе поменяла положение членства и принимает геи и лесбиянок своими членами. Американский библейский колледж в Нэшвилл-Теннесси пригласил епископа лесбиянку для чтения лекции. А перед этим епископ Фландрер, который сочетал эту лесбиянку с другой лесбиянкой, был главным спикером на этих лекциях. Уму непостижимо. Сейчас еще, и я дам слово, христианский колледж в Вирджинии и Индиана, это произошло на этой неделе, анонсировал этим понедельником, что будет принимать на работу однополых, то есть геев и лесбиянок, во свете принятого решения Верховным судом. Президент колледж заявил, что мы понимаем различия в толковании писаний, но мы должны искать благодать, чтобы объединить различные понимания относительно этого саджикта. Это президент Калыча, библейского, очень известного, настолько известного, мы могли позволить себе только до эфира это говорить, друзья. Но шокировало меня, если в 50 с небольшим, может что-то шокировать, может и быть. Тони Камполу, Тони Камполу, небезызвестный, это именно на слуху. Он был личным духовным советником и наставником президента Клинтона и его супруги. Известный пастырь, автор 35 книг, бестселлером по шкале Нью-Йорк Таймс, а также духовный наставник, заявил, что он полностью поменял свою позицию по отношению к однополым бракам. Ему 80 лет, это произошло в прошлом году, в 79 лет он поменял. В пользу этих людей, да? Да, по отношению. На поставленный вопрос, почему? Он говорит, я сделаю больше для моих братьев и сестер, геев и лесбиянок, если я буду мостом между ними, соединяющим со всем остальным миром. Заявил Тони Камполу. Тони Камполу. И хочется задать вопрос, ему хотелось бы, он говорит слова, что он поможет своим братьям. Возможно, в его жизни он также имел этот же порог, скрытый за книгами, которыми он писал про его вещи. Друзья, вы видите, мы даже паузу сделали в нашем прямом эфире, потому что оно логически, здравому уму и смыслу, и толкованию оно не подвержено. Здравому, по крайней мере, вот как можно, и к чему нам готовиться? Во свете этого, ну, нам к чему-то готовиться? Нам закрываться настолько, чтобы не могло не проникнуть не только это, но все, что с этим связано. Видите, здесь я опять одну и ту же линию говорю, в который раз я по-другому не вижу ситуации. Общество, общество, рознь. Светское общество, нет вопросов, как эти люди живут, Бог им судья. Бог творец всех, но спаситель не всех. У Бога разные отношения к церкви и к светскому обществу. Бог судья всех, но отец не всех. Есть понятие новой природы, рождение свыше, есть статус церкви, она невеста Христа. Он искупил ее себе, кровью своею, она его. Потому и требования разные. У меня нет вопросов к светскому обществу, какие там процессы происходят, и Бог с ними по-своему разговаривает и судится. У меня вопрос, что происходит с церковью? Вот эта философия постмодернизма, то есть, что не существует абсолютной истины, что ее надо трактовать в контексте той или иной субкультуры или изменений. То есть, абсолютной истины нет, которая для всех времен и всех народов стандарт. Вот начиная трактовать, это в том контексте, это в том случае, это для евреев, это для тех. Нет. Если мы только предадим священное писание, вот все 66 книг, которые вошли в канон, если только мы позволим туда внедрить человеческие толкования, произойдет ровно то, что сказал Христос. Вы бросите святыню псам, они ее потопчут ногами, обернутся и растерзают вас. Один к одному это произойдет, это происходило не разу в истории. Когда церковь предает стопроцентные истины, которые их охраняют, щиты ограждения истины его, так охраняемы мы заповедями истины божественной, это обернется против нас. Поэтому вот эта постмодернистская философия, что не существует абсолютной истины, это самая большая угроза для церкви. И вторая? Как только мы прослабили, она начинает поражать церковь. Постралокс. И вторая, подобная ей, это универсальное спасение. Ну, это из той же оперы. Из той оперы. Это все оттуда. Универсальное спасение. Спасен единожды, спасен навеки. То есть понятие новой природы, рождение свыше, вот этого ДНК, которым наделяется именно новое творение, оно ушло. Свели это просто, ну, Христа веришь. А то, что оно ушло, это нормально. Но почему оно уходит из евангельского движения? Я потому и говорю. Потому что в православных есть такое понятие, как каноническая территория. И они считают, что любая другая вера или обращение веры, это не дружелюбный прозелитизм. Ты обращаешь в другую веру. И получается, что если ты родился русским, ну, не славянином, ты автоматом христианин. Они так и говорят. Настоящий русский веру свою православную на западную не променяет. Так это пропаганда веры в Бога или пропаганда отеческой, вообще бренда отеческого. Потому что я считаю, что это посетило и Америку. Мы чувствуем эту боль. Мы всегда считали, что это христианская страна. Да нет, есть только церковь. Не может такого быть, чтобы государство было христианским. Не может. Сколько бы Алексей Ледяев не продвигал эту теорию нового мирового порядка, пытаясь сказать, что есть же исламские государства. Христианского государства в принципе быть не может. Такого быть не может. Вера это личное отношение с Богом. При Константине. Ну так какой ценой? И оно известно, к чему оно привело. Какой ценой? Что сжигали еретиков, инакомыслящих, топили? Нет, дело в том, что сам Христос никогда не был в его планах, чтобы на земле построить правительство и тому подобное. Есть церковь, он пришел создать церковь. Он сказал, я создал только церковь. Она моя. И это его церковь. Да, и однозначно, что наша задача помочь сохранить церкви. Вот эти вот... Правильно. Потому спасать Америку это одно дело. Другое дело, как вообще удержать рубежи. Вода начинает давить на дамбу. И я убежден, что дьявол и духовный мир хорошо знают, что последний оплот, чтобы эту лавину прорвало, последний оплот, это даже не церковь. Это сама истина, это сама Библия. Надо дискредитировать Библию. Но учение Библии отдано церкви. Кому же оно отдано? Разумеется, церкви. Поэтому я вижу такой расклад. Когда в обществе это принято, они начинают давить на церковь. Потому что только церковь обладает истиной. Никакой другой институт истины не обладает. Она отдана церкви на хранение. Потому что это ответственность церкви в лице лидеров говорит так, как говорит истина. Страдать за это, в подполье уходить, как хотите. Но держать это. Как только церковь предаст это, или объяснит по-другому, или исказит, или извратит, потопчет ногами, восьмеют, и церковь раздавит, закатает. Ты отметил выражение в твоих устах. Сдавать позиции, сдавать рубежи. Получается, что мы идем в этом направлении. Многие. Посмотри. Получается, что мы уже, используя военную терминологию, что мы отдаем территорию за территорией, семью отдали, потом это отдали, потом некогда... Конгресс христианский, евангельский отдали, белый дом отдали. Я не совсем... Даже не так. Я думаю так, что, в принципе, проигрывал, в кавычках, Иоанн Креститель, ему голову отрубили. Проигрывал и Христос, которого распяли, его последователи сбили. Я это не считаю поражением. Это в одной... Я считаю поражением это предательство. Предательство истины. Апостол Павел как раз именно об этом говорит, что гнев придет не на людей, которые что-то делают неправильно, а которые подавляют истину. Потому что эту речь он начинает словами «Я не стыжусь благовествования Христова», потому что это есть сила Божья. Кому писал апостол Павел? Он писал Римлян. Нигде в другом, наверное, не было настолько разложено развращение, Александр об этом говорил, как в Риме. В Риме это блок культуры гомосексуализма, культура предательства. И апостол Павел четко понимал, что только правильная истина, когда мы в правильном состоянии духа проповедуем истину. Это сила, которая может спасать людей. Пастор, я такой вопрос поставлю. Наряду с другими грехами, пороками, всяким негативом, всякими этими низостями человека, о чем Писание перечисляет. В ряду всего этого стоит, говорят, вот апостол Павел перечисляет, в ряду этого стоит гомосексуализм. И оппоненты, и противники наших с вами ценностей, они говорят, чем отличается прелюбодеяние от гомосексуализма, чем отличается там похоть от убийства, или вражда, ненависть от... Я хочу это повторить еще раз. Я это сказал в самом начале. Отличается тем, что Бог никогда не сжигал города, не разрушал языческие империи за то, что они были язычниками, прелюбодействовали, многоженством занимались, идолопоклонниками были. Не трогал их Бог. А грех Содомский наказал. Потому мы сейчас говорим не о церковном обществе и не о требованиях к церкви, а к светским людям, к светскому человеку. Бог их... Например, Бог не трогал Валтасара. Ну пьешь ты себе, пируешь, ну и пируй. А когда он взял посуду из храма Иерусалимского, что им пить не было с чего? Нет, он сознательно хотел осквернить эту посуду. Он понимал, что у нее другое предназначение. И как только он взял, принесите посуду из Иерусалимского храма и начал пить и вельможи его, в тот же миг, написано, появилась кисть руки, в ту ночь он был убит. Бог не трогает этих языческих народов, этих царей. У них есть свои там нормативы. Так вот, даже в светском обществе Бог не считает это допустимым, приемлемым. Это пример будущим, нечистивцам. Речь идет не о церковной среде, речь идет о светских людях. Принят, пожалуйста. Я думаю, что, мне кажется, что вот однополые связи, это является показатель глубины падения. Потому что, вот язычник, об этом пишет апостол Павлович, что они начали, в первую очередь, падение своих похотей. Номер один. Второе, это преобразование Бога. То есть Бог, это вот, это вот, это образ человеческий, это предать свою, свою, или животному какого-то, или извояние рук человеческих. То есть все, оно сопутствует, похотливость, и показатель, когда уже человек, так, знаете, вот так вот, в похотях своих, в бунте против Бога погибает, когда Бог предает его, и он уже остается сам один на один со своими похотями. Один на один. Мы сегодня смотрим, мы сегодня видим, как человечество осталось, когда человечество не слышит Бога через Библию, человечество не слышит Бога через церковь, человечество не слышит Бога через творение. И когда оно осталось, пошло бунта против Бога, оно осталось один на один. И показателем этом является вот извращение природы человека. Сейчас мы приложим тему. Друзья, на поставленный рядом из вас вопрос, почему Евангельский телеканал «Импакт», как вы говорите, так называемый Евангельский телеканал «Импакт» ни разу не выразил свою позицию. Вот эту позицию мы сегодня выражаем в прямом эфире, поэтому будьте внимательны, то есть вы поняли, потому что мне, возвратившись, я получил ряд писем и звонков лично из того берега, что интересно, и динаминация баптистская, пятидесятническая, то есть независимо, говорит, Юрий, мы внимательно наблюдаем за сеткой вашего вещания, не единожды лично ты со служителями, я говорю, сделаем, будет. Наша позиция конкретна и определённа, и она не ограничена территориально Америкой или Канадой, она простирается даже в Россию, в Европу, в Украину, там, где вы проживаете, там вы более нетолерантны к этому. Но нас, друзья, зрители из стран СНГ, нас вынуждают к толерантности, так называемой, поэтому мы обязаны выразить это. Как странно поставлен вопрос, мы нетерпимы. Совершенно верно. Мы нетерпимы. Очень подло поставлен вопрос, я не забуду, как Евтушенко мне рассказывал, Евгений Александрович, поэт, да, когда он преподавал в Талсе в Оклагоме, я не знаю, сейчас он после операции уже, наверное, не преподает, но он рассказывал, как он однажды пришёл на кемпус в колледже, где он преподавал русский язык, и он говорит, и висит плакат, два голых мужчины целуются между собой. Кто-то повесил плакат, он говорит, я подхожу, срывает этот плакат, подбегает один студент и говорит, а-а, не трогай. Он говорит, это порнография. Студент говорит, нет, если бы здесь был мужчина и женщина голые целовались, вот это порнография, этого нельзя вешать. Это запрещено законом. А если это два мужчины или две женщины, это дискриминация, если ты снимешь. Ты понимаешь, как повернули мозги, до чего довела демократия людей? Да, пожалуйста. Однозначно, крестьяне представлены как ненавистники, как нетерпевцы, как люди, которые, в общем-то, готовы огонь с неба свалить. На самом деле, это совсем по-другому. И даже недавно я ехал и включил ток-шоу одного американского, консервативного, светского человека. Он придерживается светских взглядов, он никогда не цитирует Биву, но он сказал следующее. Когда произошел этот закон, вот что я увидел. Я увидел, что это злые люди. Это слова не мои, это слова этого человека, который в политике, который вот там. Это злые люди, которые не остановятся. Он говорит, если я до этого думал, что церкви трогать не будут, то сейчас я хочу вам сказать, что я в этом не уверен. И я даже думаю, что за следующие полтора года мы увидим, как церкви будут преследованы. Вот такой, теперь вот тот вопрос, к которому я был готов задать. Наше место, место положения служителя и церкви, когда... Практически уже штрафуют, вы прекрасно знаете, в Орегоне оштрафовали на 135 тысяч. И обязали выплатить этот штраф, потому что они, видите ли, оскорбили чувство однополых. Тем, что они отказали им в сервисе, в обслуживании отказали, им дали штраф 135 тысяч. Денег, говорит, таких нет. Они наложили вето или лин наложили на их имущество, на их дом. Когда вы будете продавать их, эти 135 тысяч мы заберем. Благо, что включились механизмы помощи со стороны евангельских церквей, они собрали большую сумму. Точно так, как перед этим закрыли бейкери. Наши братья и сестры, муж с женой, имели свою бейкер, хлебопекарню. Пришли гомики, говорят, спеките нам торт красивый. Говорят, ну, противоречит нашему исповеданию, вот того вот, кем мы есть. Они их судили. Они закрыли бейкери, и вы знаете, в какую сумму? Наши благоверные... Нет, 780 тысяч собрали. И они обрадовались, говорят, хорошо. То есть Господь даже с этой стороны выходит. Я думаю, что это не только верующие жертвы. Многие люди ради принципа помогают, потому что они чувствуют, что это дискриминация в адрес верующих людей. Поэтому, пастор Александр, ты готов в турму? В любое время. Если за истину, мы будем стоять до конца. Потому что, если на земле потеряют людей, которые любят Господа, любят погибающий мир так, как его любит Бог, и готовы служить, проповедовать, отдавать себя, то нет разницы, цена, которую мы будем платить, или это будут наши проповеди, наши молитвы, наши посты, или это нужно будет платить потерей свободы. Мы будем платить. Христос платил на спасение. Всегда были личности, на которых опирались многие события в истории. Это не были толпы и массы, это были личности, это были точки опоры, как сказал кто-то, да, дайте мне точку опоры, я переверну земной шар, как Мардахей. Вот он сказал, не могу, и все. Ну не могу я поклониться Ахану, ну не могу, но убеждения такие. Он был один на одной стороне весов, на другой стороне империя, 127 областей, Артаксеркс, Махина, величайшая империя этого времени, да. Но как же Богу нравился этот человек. Он не был бесхребетным, беспринципным, а принципиальным не просто заелся, а вот так и не иначе, не могу по-другому. Богу поклоняюсь, ему одному служить. И Бог взял его как точку опоры, и не только его, Ян Гус, я сейчас был в Праге, как раз 600 лет исполнилось, как сожгли Яна Гуса, ровно 6 июля, мы 5-го прилетели туда. Вся Европа отмечает, музеи открыты, памятики реставрированы. Ну религиозно отмечают. Не важно. Важно то, что это человек с большой буквы, это человек-принцип. Вошел в историю. Не вошел в историю, он направил историю. Он сделал историю, да. Потому одни вляпались в историю, другие вошли в историю. Вот, потому я за то, что всегда были люди, их находит Господь. Всегда есть точка, как оно в конус все заходит, в тупик все заходит. В бикон. Да. И выявляются, сама ситуация проявляет, ревил, открывает людей, которые не смогут поступить с этим. Теперь получается, если практически, что произошло, то произошло. Не уре, это как законы Медяны Перцева, американская конституция однозначно. Что произошло, черным по белому написано, определено, то есть точка поставлена, и все. Теперь, практически, церковь должны менять, добавлять что-то. Нам звонят, говорят, у вас есть этот пункт в вашем байлосе, потому что завтра какой-то гомик, или он, или она, придут для того, чтобы там что-то говорить о своих наклонностях. К вам придут. Мы хотим быть членами церкви. Александр, у вас есть что-то в уставе церковное? Есть. Я думаю, что пришло время, когда христианство должно быть очистить себя от всего. Потому что, вот, даже недавно где-то было в новостях, что одного пастора осудили за то, что он отказался сочитывать. сочитывать одно полу-пастор. Но на самом деле его осудили не за то, что он в церкви не захотелось сочитать, а потому что он имел свой бизнес еще. Вот как. Расписывать людей за деньги. Так вот его судили. Ты зарабатывал на том день, и? Ну да, но это make sense. То есть, однозначно, что христианский мир должен привести себя... Документы, порядок. И только документы, и разум, и совесть, и чистоту. Вот мне нравится, апостол Павел дает, что нужно делать в первую очередь. Написано, смотрите, а тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Три вещи. Чести, бессмертия и славы. И это делает постоянством. Проблема, вот то, о которой мы осуждаем, почему церковь отступила? Потому что церковь потеряла постоянство именно в этих вещах. Именно вот здесь, внутри. Вот мы поступили... Но ситуация вынудит. Ситуация вынудит наводить порядок. Ситуация поставит к стенке. Конечно же, от этого пострадают очень многие. Многие люди уже это делают. Они уже вынуждены переходят на сторону популярности, на сторону большинства. Им нравится, чтобы не было очень много людей, чтобы они хорошо говорили. Говорили о том, что они были реформаторы. Это предатели. Это предатели. Я летаю на Дельте. Лечу на Дельте в журнале. Статья. Шесть городов в Америке проводила парады гордости. В преддверии вот этого вот закона, да, они, ну, как бы промоут, рекламировали эту всю идею. Реклама в Дельте, в компании. Любой человек из всех штатов Америки, если летит на один из этих парадов гордости, так называемых, то, покупая билет в эконом-классе, Дельта бесплатно садит ее в бизнес-класс. Бонус. Бонус. Это предатель. Но это мир. Хорошо. Меня это, как говорится, простите за слово, не парит. Вы знаете, был я в одной семье не так давно, мы эту тему подняли с главой семьи, у него тинейджер, дети, и говорит, ты знаешь, я просто изумлен тем, что когда я со своими детьми тинейджерами, они, американцы, здесь родились, подвержены под влиянием, я применяю слово бомбардированием системы этой, и школьной системы в том числе, и говорит, я заметил по своим детям, по тинейджерам, задают, папа, ну а что здесь такого? Это, я, ну, я не говорю о мусульманах, я не говорю о каких-то там яговистах или буддистах, это евангельская церковь, нашего направления, известнейшая церковь. И ему дети говорят, папа, папа, так еще удивительно, а что здесь такого? То есть, пожалуйста, пожалуйста. Я однозначно считаю, что христианскому миру нужно будет кардинально перемен. И определиться. Однозначно определиться. То есть, вот как это было раньше, не пойдет. Я сравниваю себя. Мне было очень просто почему-то противостоять против Октябренка. Да. Знаете почему? Потому что у моих родителей я видел веру красивую, мужество их, посвященность. Это красиво. Это вдохновляет. У моих соседей тоже были верующие. Их папа тоже в церковь ходил. Но он иногда домой что-нибудь сработает, дрову привезет. И еще что-то сделает. То есть, он верил в церковь. А вот красоты не видно было для детей, для людей. Это компромисс. Это не христианство. Лучше быть или там, или там. Но когда ты стоишь двумя ногами одной в мире, одном продаешься, им было сложно. Они прятались. Перед домом они снимали там себя значок или калстук. Да, я знаю одну семью большую, многодетную в нашем городе. И у них сын откровенно стал жить с мальчиком. Молодые твои ребята уже лет, наверное, шесть. И славян. Да, да. Вы знаете этих людей. Тоже я не хочу называть фамилию. И я общался с его родной сестрой. И я хорошо знаю эту семью давно уже, больше 20 лет. И знаю этого молодого человека. То есть, это наши люди. Это, прямо скажем, из пятидесятников, да, семья. И парадокс не в том, что этот парень так вот решил для себя, и они живут вместе. Парадокс в другом, что все это большое родство приняло для себя такую установку, что, ну, что теперь с ним? Не здороваться? Что теперь? На танк с гибель не позвать? Что теперь? Не сесть вместе за стол? Что теперь? Он не может подарок нашим детям подарить? Растут племянники, семья замужем, люди женаты, растут, детки подрастают. Эти ребята nice, как мы выражаемся по-английски. Красавчики. Они при деньгах, они подарочки дарят, их все любят, все племянники их обнимают. Вот где страх наступает. Как ты ответил, Александр? Как бы ты поступил в этом отношении? Видишь, если Библия говорит прямо, за таким, за стол не садиться. Называется это мерзостью? Это придется резать по-живому. Вот мы не доходим до конца, до сути, до глубины этой драмы. Мы не хотим опускаться на дно этой боли, да, но она проходит по-живому. Это ближе, чем мы думаем. Оно в наших домах. Потому я сторонник того, Юрий, что в церкви надо прямым текстом собирать подростков, собирать молодежь. Прямым текстом, так как Александр говорит, объяснять свои позиции. Не просто мы их придумали, эти позиции. Это веками, веками стоит. Надо просто провозгласить, что мы на них стоим, на этих позициях. Больше ничего не надо. Мы не ратуем за то, как две недели назад в одном из городов России было шествие вот этих так называемых парадов гордости. И один из православных батюшек, я увидел эту картинку, как он выражался святым крестом, как осенил одного из них. Да, и его... Чуть-то этот свет нет. Его, по-моему, там повредил ему некоторые части тела конкретно. Вот потом батюшку там усмиряли, и он свою точку зрения выражал публично. То есть мы за это не ратуем, конечно, но границы должны быть поставлены. Ну, оно значит, что христианский мир, это очень тонкая края. То есть мы должны об этом четко и ясно говорить. Но апостол Павел говорит, неизвинительный ты всякий человек. А то он говорит, в этом контексте судящий другого человека. То есть есть суд, который не дан нам. И дальше он во втором следующем стихе говорит, потому что Бог приносит в жизнь человека праведный суд. То есть мы не делаем каких-то действий, потому что мы это делаем из ненависти, из каких-то наших амбиций, невежества, негодования. Мы защищаем общество. Даже то, о чем Александр говорит, мы защищаем от пропаганды, которая сегодня происходит. Как защитить семью от того, чтобы туда не принесли грипп? Знаете ли вы, что... Да, пожалуйста. Я, опять же, считаю, что ни в коем случае неприемлемо для церкви поднимать руку, применять физическую силу. Абсолютно неприемлемо. Вообще церковь должна отвечать за свою территорию и за сбережение истины, за провозглашение этой истины. Константин, император римский, когда он принял христианство, он стал сжигать гомосексуалистов. Их же было очень много в Римской империи. Я большой противник таких подвигов. Это позор церкви, это не слава церкви. И в то же самое время я точно знаю, что люди, многие, если бы они сегодня получили такие права и такую возможность, даже как Жан Кальвин в Женеве, он людей на цепь сажал, он наказывал людей, он хотел построить град Божий на земле. Опять та же самая проблема. Есть церковь, которая предполагает рожденных свыше людей, где нормально применять дисциплинарные меры. Но самая большая дисциплинарная мера в церкви – неизбиение, отлучение церкви. Самое страшное – потерять статус. Когда люди понимают, что такое церковь, или кто такая, точнее сказать, церковь, они всеми силами будут держать этот статус. К сожалению, к стыду, острота этого понятия ушла, потеряна. Потому я и говорю, что статус потерять – это самая большая потеря для человека. Христос придет за церковью. Это надо проповедовать. Поэтому не надо в церкви избивать людей, на цепь сажать людей, штрафовать людей. Мы в инквизитором превратимся. Мы людей отбросим в Средневековье, в эпоху инквизиции. Это позор церкви, это не слава, это не комплимент церкви. Что она жгла, наказывала, штрафовала. Церковь этим не должна заниматься. Час быстро пролетел, когда Господь применил слово мерзость. На этом, наверное, мы и уйдем из эфира. Мерзость – нечто крайне отталкивающее, вызывающее непроизвольное содрогание. Даже содрогание вызывает. Непроизвольно. То есть это противоестественно и естественно для нормального человека. Вот непроизвольно содрогание. Заменили естественное употребление. Противоестественно. И поэтому, когда толкователь говорит, что даже непроизвольно ты содрогаешься от этого, когда вот проходят или видишь это явление, так сказать. Поэтому, друзья, вы задавали вопрос, вы спрашивали, ну и услышали. Вот это позиция служителей. Друзья, нет ничего скрытого. Вот во свете Евангелия мы вскрываем вот этот негатив. Мы обязаны это делать. Мы обязаны это делать. И дай Бог, и об этом, наверное, молитва ваша пастыря, я знаю, наверное, постоянно, круглосуточно, чтобы соль силу не теряла. Вот это вот. Бог даст вам мудрости, помазание свежего. И как действительно вы говорили, если церковь будет церковью, а Бог будет Богом в нашей жизни, тогда действительно мы будем благословены, семьи будут благословены, и здравый ум, здравый смысл преобладать будет. И истина, она не будет поругаема. То есть на пьедестале нашего мировоззрения, если хоть будет Библия, будет Слово, будет этот фундамент, концентрируя внимание, на которое все преодолевшее устоим. Устоят семьи, дети, подростки, и Бог будет прославляем. То есть это конечная церковь. Сегодня, как никогда раньше, нужна чистота, красивная церковь Иисуса Христа. Ни двоемыслимая, ни какая-то вот прячущаясь за масками своими. Церковь верная Господу. И это мажор, это не минор. На этом мы и уйдем из эфира. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Оставайтесь с нами, смотрите влияние, помните, Иисус Христос любит вас, мы так же любим вас. Будьте благословены. Будьте благословены. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!